Слава нашему Господу! Опять сирена в городе Житомире. Не странно то, что у нас нас бомбят. Я сижу дома. Так Бог велит мне, я сижу дома. Да. С чем это связано, что нас обманули? На самом деле, Лия Хиджакова не перечисляла украинской армии 10 тысяч долларов. Но я думаю, что она призвала Путина вывести войска с территории Украины. Послушала такое что-то интервью. Как всегда сильное. И я всегда возлюбил Богу славу. Потому что в юности, когда мне спросили любимую актрису, я называла Хиджакова. Вот. Хотя она играла вторую, второстепенная в основном роли. Но все равно она производит впечатление. И может я не права, может я не все смотрела. Я благодарна Богу за эту душу. Я очень счастлива, что она ее оставила Россию. Она там осталась. Это все неправда, что она выехала. Да. Дело в том, что вы понимаете, вот такие вот неправды, они искажают все в мозгах людей. Вот я рассуждала, думала, почему она выехала. Ну, акция протеста таким образом. Вот. Думаю, ну, страна России, видно, совсем проклята, если она выехала. И сегодня я смотрю ее интервью. 6 марта была загружена в ютубе. Я благодарна Богу за то, что этот человек борется за свою страну. И стыдно. Она не верит, что Украина простит Россию. Вот, наверное, при моей жизни, говорит, точно нет. При моей жизни. А я говорю о вечности на земле. Зачем умирать Илья Хиджакова? Опять-таки, сила, слово, сила протеста опять через женщину. Не знаю, что мужиков убивают или не всегда остаются. А женщины боятся трогать. Ей угрозы есть, но она не читает в соцсетях ничего. Ну, не ведет блоги. И в инстаграме от ее имени что-то ведут. И сообщили такую странную информацию, что она оставила Россию. Да. Что же Бог хочет? Одно остается. Говорить, говорить, говорить. Вот она тоже правильно обсуждает, что я буду говорить. Вот. И цитирует Мендельштама, что он говорит, что нас слышит за 10 шагов. Дальше стена, да, я так понимаю. Вот. И мне Бог повторяет, я один. Он спасает человечество в количестве 7 миллиардов. И он один. Если бы он был не один, то, наверное, он не давал бы слово своё. Но он дал слово. Поэтому я обращаюсь к священникам. Побойтесь Бога. Бог один. И он дал слово. Слово. Бог судит через слово. Суд это исцеление душ. Это освобождение. Не в том смысле, что надо кого-то ударить, кого-то побить, кого-то наказать. А именно освобождение от греха, от злых мыслей, от неверия. Всё делает слово. Я благословляю Илью Хиджакову на Откровение Вечности на Земле. Вот. И хочу сказать, что война это не конец. В том смысле, что люди ещё потерпят большой урон, как написано в Откровении, в Коране. Потому что урон это то, о чём мне больно сейчас говорить. Вот. Но я верю в воскрешение мёртвых и в то, что люди начнут слушать. Просто слушать. И утешаться. И не бунтовать. Это очень тяжело. Господь творит всё по любви. Он скрепляет связи между ними. Родственные связи. И не всегда получается у Бога спасать целые роды. У нас погибла вся семья в сумах. Какой-то спортсмен и его роды. Просто тот ужас, который наводит Россия сейчас на Украину, это символ отношений между людьми. Адам родил двух сыновей. Один убил другого. Брат убил брата. Почему? Из-за зависти. Все-таки Иисуса, написано, распяли из-за зависти. Путин начал войну с Украиной из-за зависти. Он позавидовал Зеленскому. Я не буду уже углубляться, как уже цитирует. Папа вот процитировал мой вчера. Да, старики завидуют молодым. Чтобы не завидовать, надо молиться, надо вызывать к Богу. Понимаете? И если Богу понравилась чья-то жертва, то не надо этому завидовать. Просто надеяться, что в следующий раз Богу понравится твоя жизнь. Ну, это можно понять только духовным людям. Потому что у Бога нет такого плана, чтобы кто-то погиб. И Он хочет, чтобы все были духовными. Но написано, что душевный человек не может судить духовного. Меня мало кто понимает, если они не знают Бога. Они не понимают, как я живу и почему я так живу. Моё странное какое-то там поведение, допустим, или вот это вот сейчас служение, когда я записываю одну проповедь за другую. Четвёртая проповедь сегодня. Зачем? Душа моя не живет в страхе. Я верю в Бога, который может защитить меня. Я просто в страхе от того, что очень много людей могут погибнуть. Причём не просто умереть на земле, а вообще исчезнуть. И это меня пугает, потому что в Библии так сказано. И написано, что если бы не сократились дни, не спаслась бы никакая плоть. О какой плоти идет речь? Конечно, физическая. То есть Бог хочет спасать плоти. Люди не верят в вечность. Священники до сих пор не понимают, что вечность на земле. Меня мало кто принимает. И я просто удивляюсь, как люди мерзко ведут себя и думают, что они спасены. У меня... Когда я слушаю проповеди, когда говорят не по слову, но пытаются рассмешить людей, ну кто от этого спасся? Никто. Никто от этого не спасся, понимаете? То есть проповедуют, проповедуют, проповедуют. А достучаться не могут. Почему? Потому что Бог есть любовь. Потому что большинство людей по земле ходят. Они неверующие, но у них сердце больше любви, чем у тех проповедников, которые хайпуют. Им нравится, понимаете? Что-то такое веселое рассказать, как я сейчас слушала. Даже повторять не хочу, понимаете? И... Я сидела и думала, боже, мне совсем не хочется смеяться. Мне не смешно. Мне не смешно. Но Бог дал послушать Хиджакову. Я смеялась. Душа нуждается в юморе. Это однозначно. Мы так устроены. Мы не можем не смеяться. Поэтому нужно быть терпеливым. Если с тебя смеются, немножечко надо это... Ну, поприкалывались и надо терпеть, конечно. Мы все комичные иногда. Вот. И поэтому я не хочу проклинать Советский Союз. Это тоже Божье дело. Можете меня судить. Но в Советском Союзе выросли такие вот достойные актрисы, как Лея Хиджаков. Это символ. Вы понимаете? И этот человек не был коммунистом, но она росла в этой стране и она не была в противлении с властью при Советском Союзе. Но когда распался Советский Союз и к власти пришли... Но я не знаю, как их назвать. Это бандиты. Бандиты. И у нас в Украине бандиты пришли к власти. Все равно. Еще Кравчук, он был еще коммунистом. Он еще по совести поступал. Его выживали. Его выживали. Кучма это тот, у кого поставил олигархат в принципе. Вот. Это мафия. Вот. Понимаете? Они убрали Кравчука. Вот. И Кравчук. Он отказался от ядерного оружия. Он плохо поступил. Хорошо он поступил. Потому что Бог пришел разоружать землю. Вот. И я верю в Бога, который может защитить нашу Украину. Не в страны, которые подписывали этот Будапештский договор, а в Бога, который может защитить Украину. Потому что Он сказал, что будут сжигать оружие. Понимаете? И это первый шаг Украины. Разоружение. Это очень большой шаг, который дает Богу сейчас возможность нас защищать. Да. Сатана очень... Поиздевался на нашей стране. Очень сильно. Такая ненависть, которая не входит ни в одни рамки. Это не помещается ни в одну голову. Люди плачут. Даже Хиджакова возмущается. Плачет. Она жила у дедушки, бабушки в Харькове. Она называет артистов, которые живут в России, которые с Херсона, с Харькова. Плачут, плачут, плачут. В России плачут. Понимаете? Богу нужно мужество. Нужно мужество. Потому что вечность грубой истины, которая не воспринимается до сих пор. Я о ней говорю уже в десятый месяц. И если люди хотят жить, живите. Живите. Смиряйтесь. С неизберностью. Но на земле я уже говорю, говорю и буду говорить, что мы приходим к своему завершению. Реинкарнация. Вот это и есть. Независимо от того, что христианская вера её отвергает. Христиане уверены в своей истине. Потому что написано, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иисус сказал, немножко перепутывал свои проповеди. Но, наверное, не случайно. Но Бог есть любовь. Нельзя огорчать Духа Святого. Нельзя отвергать все религии. Не спасает так Бог. Даже вот сейчас, священники, вы можете понять, что по вашим теориям очень многие опять погибают. Понимаете, как вы говорите? Не погибает. Это надо останавливать. Я благодарю Бога за эти все испытания. Я верю в покаяние земли. Я верю, что люди начнут разоружаться во всех странах. Я не знаю, в каком порядке. Ещё я вижу, что Россия сейчас будет каким-то сверхъестественным способом освобождаться от оружия. Приготовьтесь. Что там происходит? Ну что-то происходит. Вот. И танки горят у нас на земле. На украинской земле горят их танки. Это Божья воля. Такое чёткое попадание, которое наводит уже ужас. Американцы удивляются проценту попадания. Они владеют этим оружием. Они не так чётко стреляли с него, как наши. Потому что наши украинцы умные. Нет, так не бывает. Так не бывает. Любое дело требует смекалки, требует опыта. Любое дело. А тут раз взяли и попали. Понимаете? И поэтому уже просят угнать самолёт или вертолёт, а не подбить его. Юмор, конечно. Везде юмор. Я говорила о том, что не нужно похвалиться. Да, это очень опасно. Понимаете? Потому что если много погибло, так это нечем похвалиться. Согласитесь. Если в Ирпене разбили полторы тысячи, поуничтожали, да, русских, нечем похвалиться. Вот. Люди озлобляются и страдают сейчас мирные жители. Это так. Мы озлобляемся. Но они тоже озлобляются. Поэтому я благословляю сейчас Украину на мудрую войну. Вот. Без паники. Послушание Богу. Молитесь. Солдаты. Обращайтесь. Кто донесёт то, что Бог учит сказать? Что сейчас говорят священники? Объявляют посты, ночные бдения за мир. Вот. Но мир, он же в чём рождается? В слове, в обращении, в умении говорить, в умении примириться. Я до чего уже дохожу? Я дохожу до того, чтобы уста закрыл человек, который со мной спорит. Я просто начинаю взывать Богу в присутствие, да? Я молюсь. Боже, за что это? Понимаете? Просто нужно плакать. Я верю в людей в России. Я верю, что они тоже люди. Написано, что бесы сошли к царям всей земли. Вы понимаете, что бесы контролируют Путина. Из-за гордыни. Из-за того, что он наворовал. Ну, в принципе, он всегда такой был. Пришёл к власти на крови. Вот. Так что, если анализировать ситуацию, почему-то агрессия есть у русских. И так как Ахиджакова плачет от того, что когда простят украинцы и русских, непонятно. Но есть такое. Вот. Это вопрос к психологу. Почему допустили такого к власти? Почему голосовали за того, который сказал, что будем мочить чеченцев в сортире? Почему русские голосовали за такого? Вопрос. Почему большинство за него голосовали? То есть ненависть – это нормально в сердце? То есть за грехи отдельных якобы, если бы это были чеченцы, то это были не чеченцы. Если за грехи отдельных надо мочить весь народ. Это нормально, да? Это правильно, да? Вот. Правильно. Это глупость человеческая. Понимаете? Обобщать проблему. Пастыря не пастут свои ставлю. Пастыря не образцы для подражания, да? Вот пастырь Леохиджакова, правда? Слава Богу. Говорит правду. Не обогащается. Нет у них таких средств, чтобы отдать 10 тысяч долларов на армию украинскую. Неправда это было. Зачем это было придумано? Я не знаю. Кто это придумал? Пропаганда. Зачем? Чтобы народ восстал против Ахиджакова и убили её, да? Чтобы закрыли её рот. Да что-то же так работает. Слава Богу не сработало. Вот. Да. Мы мирные люди. Трудья они. Трудья они. Трудья они. Тяжело работаем. Все. Тяжело работаем. Молимся Богу. Я, конечно, благодарна за таких людей, как Леохиджакова, что она не молчит. Бог и даёт, конечно, мудрость. И опять женщина, да? И какое-то особое помазание. И Бог мне говорит, а я один. То есть Бог с ней. И она не боится играть в своих спектаклях. Она выступает против войны. Антивоенные темы в спектаклях, за которые её гоняли, презирали. Ну, я говорю, какой ты... Где твоя совесть, чтобы презирать человека за антивоенную тему? Где твоя совесть? Понимаете? Вот этот шовинизм русский породил в мозгах. Что вообще делает православие? Вопрос. Что делает православие в стране большой, огромной? Ну, правильно мой папа говорил. КГБисты там работали в церквях. Ставили таких людей и говорили, будешь доносить, рассказывать, что там люди рассказывают, в своих грехах каяться. Было такое? Было. Вот. Осталось, осталось. Агония православная. Ну, вот это символ тридцатилетней войны. Наверное, поклонение живому Богу. Распространится. Дальше. А те церкви, которые не исповедуют Иисуса Господа. А что делают? Ударманивает людей. Так что, когда Ленин говорил, что... Как он говорил о религии? Кто-то говорил. Опиум для народа. Так вот такая вот религия. Действительно опиум для народа. Потому что она никакой пользы не принесла. Свечка. Никакой пользы не принесла человеку. Я когда-то зашла ещё до покаяния. Московский Петерхат. О май гоу. Такая головная боль была там, Господи. Ну, огромнейшая проблема. Огромнейшая. Я ещё была неверующая. Так можно и от Бога отойти. Понимаете? Соблазнами столько. Вот. И Бог просто показывал, какие беды там. Ну, какое там проклятие. Заходишь в кровь, а тебе головная боль прямо сковывает. Какое проклятие. У нас же доме в Московском Петерхате. 30 лет назад я ходила в церковь. Зашла. Понимаете? Там мне вообще не хотелось никуда идти. Что это было? Бог показывает. Вот. Но всё равно продолжаем искать. Есть какие-то. 12 постовов всё-таки на земле. Они о чём-то говорят. И где они говорят? Ищем. Вот. Ищем вечности. Только рассуждаем. Потому что наука доказывает, что того неба нет. А в Коране очень хорошо сказано. Что там сказано? Тем, которые ответили на призыв своего Господа, уготовано наилучшее. Рай. А расчёт с теми, которые не ответили на его призыв, будет ужасен. Какой призыв? Завладей они всем, что есть на земле. И ещё стольким же они попытались бы откупиться этим. Понимаете, у людей такое желание откупиться, да? Было такое желание откупиться. Их пристанищем будет гиена. Как же скверно эта ложь. 13 сура Арат. И Бог говорил, что Он сотворил небо. Какое оно небо. Оно ни на чём не стоит. Оно не держится ни на чём. Аллах вознёс небеса без опор, которые вы могли бы увидеть. А какие вы небеса хотите видеть? Вдруг все творения Божьи вертятся на большой скорости, на огромной скорости и вокруг своей оси, и вокруг Солнца, Земля, да? А вы хотите, чтобы где-то было небо? О, миллиарды. Не километров, а миллиарды световых лет. Почувствуйте разницу. Там где-то небо. Или вы хотите в тот центр, который сфотографирует? Это Божий трон. Это центр Вселенной, возле которого все наши галактики возвращаются. Понимаете, структуру. Увидите структуру. Уже сняли. Уже сняли учёные. Вот этот центр Вселенной, в который крутятся все галактики. В галактике крутятся возле чёрных дыр внутри них. Вы вылавливаете структуру, а некоторые планеты, годные для жизни, крутятся возле своих звёзд. И чтобы жизнь была, то очень точно нужно разместить планеты. Понимаете? Если вы не верите в это, то это ваши проблемы. Понимаете? Это призыв Господа. Я об этом сказала. Я завершаю свои триста проповедей. И Бог дальше хочет, чтобы человечество обратилось. Я благодарю Бога за эту героиню российскую Лею Хиджакову, которым любыми способами хотят закрыть рот. Она не сдаётся. Она не оставляет своей Родины. Я благодарю Бога за ту информацию, которую я получила. Потому что у меня какое-то было своеобразное разочарование. Душа тоже болит за русских, которые выходят на акции протеста. Не боятся. И бабушки. Потому что очень жестокая эта война. Очень жестокая. И я заговорил на акции протеста. Не очень жестокую. Используясь. Продолжение следует...